Анонсировали до этого Агию Загребельскую, юриста общественного деятеля. И поговорим с ней о женщинах в политике. Агия, доброе утро. Агия, приветствуем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Агия, тема такая, да? Можно говорить, что о женщинах в политике говорить, они есть в политике, и какая разница, кто в политике, женщина или мужчина, политик есть политик. Но, мне кажется, на постсоветском пространстве это, скорее всего, исключение, да, чем правило. Женщина в политике это давно забытое прошлое или это какой-то новый тренд? Вы знаете, я бы сказала, что Украина, наверное, если брать постсоветские страны, одна из достаточно прогрессивных, которая продвинулась в направлении гендерного равенства, и если, например, мы посмотрим на женщин в политике в Украине, то в Украине, для примера, первая женщина, премьер-министр, появилась на 10 лет раньше, чем в США, вице-премьер-министр, появилась первая женщина. Поэтому, мне кажется, что мы достаточно вырвались вперед. Есть, конечно, определенные стереотипы еще, и, мне кажется, они будут еще там какое-то количество лет, это абсолютно нормально, если мы посмотрим там на многие страны и сравним. Но у нас много женщин и в политике, и в бизнесе, и на сегодняшний день мы видим, как много у нас женщин в армии. И те идеи, которые приносят 50% человечества, которые составляют женщины в политику, например, мне кажется, они очень ценные. И прогресс Украины во многих реформах, которые сегодня наблюдают мир, которыми на сегодняшний день, которые уже сегодня достаточно заметны, которым мир восхищается, это в том числе благодаря участию женщин. Я была на разных должностях, в том числе на достаточно высокопоставленных в Украине, их, наверное, нельзя назвать политическими, это скорее должности, которые реализовывают политику. Но сказать, что я сталкивалась с какими-либо трудностями в Украине из-за моего пола, навряд ли. То есть есть у каждой женщины в Украине на самом деле выбор. И какого мужчину выбрать для того, чтобы идти с ним по жизни, который будет поддерживать твою карьеру, либо нет. И относительно формирования своего быта, который позволит, либо не позволит тебе заниматься политикой, либо строить свою карьеру. И то же самое в политической среде, несмотря на то, что иногда бывают ситуации не без этого, когда действительно женщина может сталкиваться с определенной дискриминацией из-за своего пола, но движение за права женщин и такая солидарность между женщинами в политике, в государственном аппарате, в бизнесе, она на сегодняшний день настолько высокая среди женщин, что в такие моменты ты точно уверена, что ты получишь моментально широкую поддержку от украинских женщин. И точно этот акт дискриминации, он не останется без реакции, жесткой такой. И, конечно же, тот чиновник или то лицо, которое его применило, они обязательно, им обязательно донесут в доступной форме, что такое поведение или такие решения недопустимы. Поэтому, наверное, я бы сказала, что вот сравнивая со многими другими странами, что в Украине мы очень сильно пробинулись вперед в этом направлении. Ну а какие еще страны благоприятные для женщин политиков, а какие наоборот нет? То есть там сложно женщине стать политиком и влиять на процессы в стране. Что конкретно характеризует, например, те государства, которые уже стали на высокую ступень, где есть гендерное равенство, где нет четких, точнее, конкретных разграничений на то, чем могут заниматься исключительно мужчины или то, чем могут заниматься якобы исключительно женщины? Прежде всего, наверное, к сожалению, нам стоит вспомнить религиозную религию, потому что все-таки страны, которые исповедуют определенные виды религии, мы видим это прежде всего страны Ближнего Востока, наверное. Мы видим, что они отстают в этом направлении, и женщины до сих пор там продолжают бороться за свои права. И последний пример Ирана, когда 22-летняя девочка, женщина, она была вследствие ее задержания за неправильное ношение хиджаба, она погибла, и есть предположение, что смерть наступила в результате жестокого поведения с ней полиции и морали. И мы видим на сегодняшний день, какие протесты происходят в Иране, как женщины режут свои волосы на видео, добиваясь того, чтобы им дали, не уравняли даже в правах, чтобы им дали немного больше прав. Это вот один из последних примеров стран, в которых по религиозному принципу мы видим дискриминацию женщин. Мы можем вспомнить Афганистан и Талибан, где до сих пор весь мир борется за права женщин и девочек. Это такие наиболее кричущие, конечно же, примеры. Второй пример, мне кажется, это страны, которые не демократические. То есть, к сожалению, мы наблюдаем, что чем больше развита демократия в стране, тем больше там обеспечивается равенство прав женщин и мужчин, гендерное равенство. Чем менее демократическая страна, тем более ущемляются права женщин. И третий, наверное, я бы такой принцип разграничения сказала, правовое государство либо неправовое государство. Потому что есть даже страны, которых мы можем назвать демократией в действии, но которые недостаточно соблюдается и уважается право и закон. И там мы как раз наблюдаем примеры, когда равенство прав закреплено и в конституциях, и в законах, но на практике оно, к сожалению, не исполняется, потому что нет жестких практических механизмов реализации и обеспечения этих гарантий. Поэтому вот, наверное, эти страны. Например, если сравнить ту же самую Россию, ту же самую Беларусь, я бы не сказала, что там ситуация с равенством прав, с гендерным равенством даже приближается к украинской, даже если мы видим... Там не только гендерное равенство, там, в принципе, давайте посмотрим на возраст политиков. Молодые только в оппозиции, а вот те, что при власти, это уже институт геронтологии. Но в России, например, Валентина Матвиенко, Мария Захарова, все, я больше не вспомню. И все. И на самом деле, если мы послушаем даже их выступления, то есть если женщины в украинской политике, они являются флагманами за равенство, за гендерное равенство, то женщины в российской политике, мы слышим от них, наоборот, более такие скрепные выражения и даже предложения от женщин по отношению ограничения определенных прав женщин. И вот, кстати, если мы посмотрим на последнюю тенденцию, которую, к сожалению, мы наблюдаем в мире, и последние подобные решения были приняты, располученные в Соединенных Штатах судами, относительно запрета абортов, в Украине эта дискуссия, чтобы понимать, насколько у нас ситуация продвинулась вперед, в Украине даже дискуссия о каком-то запрете абортов ее просто нет. То есть у нас нет движений, которые пользуются популярностью о запрете абортов и так далее. И все это воспринимают, эту тему, как и этот вопрос, если он ставится, как вопрос относительно прав женщин. То есть и при этом мы наблюдаем, что в соседней Польше, для примера, в соседней Венгрии, для примера, к сожалению, до сих пор эти дискуссии ведутся и даже запреты вводятся. Религиозные достаточно страны, Польша очень религиозная страна, вот в Венгрии не скажу, но тут уже вступает вопрос больше религии в этом плане, в плане запрета абортов. В целом, хотелось бы вот так добавить. Агия, скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что сейчас прям наметился тренд такой на женщин в политике? Теперь я объясню, что имею в виду, что сегодня все в большем количестве государств становится модно и правильно говорить о гендерном равноправии, о гендерном равенстве. Да, я думаю, что мы это наблюдаем. И мы это наблюдаем почему? Потому что в тех странах, в которых гендерное равенство уже практически сформировано и реализовано на практике, то мы видим, насколько эти страны, они вырываются вперед в развитии, в прогрессировании, в достаточно хороших, приемлемых условиях жизни для всех. Прежде всего, в том числе, мы можем посмотреть на скандинавские страны. И, конечно же, все остальные страны, они, наблюдая за результатами, они видят результаты того, когда государство использует потенциал не только 50% населения, то есть мужчин, а использует потенциал женщин, когда женщины принимают участие в принятии решений, вносят свои идеи в отработку решений, когда они принимают участие в решении кадровых вопросов, они видят положительные результаты этого. И вот тот тренд, который мы замечаем, я бы не сказала, например, что это тренд от того, что много объяснений по этому поводу, что законодательство принимается и так далее, хотя это тоже. Я бы сказала, что это как раз такой более добровольный тренд, когда люди видят результаты женщин в политике и хотят достижения этих результатов и ставят уже взаимосвязь между тем, что вот такой положительный результат получила эта страна или эта сфера в нашей стране, потому что к отработке политики в этой сфере, к формированию, к реализации политики в этой сфере были активно привлечены в том числе женщины. Ну давайте вот министры обороны, женщины, сейчас даже это как-то, ну вообще вот раньше министр обороны, женщина, ну вот тогда я вспоминаю, может лет 15 назад, 20, да, сейчас же, по-моему, если мне не изменяет память, министр обороны Германия, она Лена Бельбок, да? Она глава иностранного ведомства, да. Кристин Ламбрах. Вот, да, да, да. Ну плюс Ли Страс стала премьер-министром Великобритании, после Маргарет Тэтчер, это вторая женщина, да, которая возглавила правительство Англии. А Мэбл, да, подсказывают мне было, вот видишь, как я говорю. Е про Галлены. Ну, да, потому что, смотри, в Украине, например, давно уже привыкли к тому, что есть полное гендерное равенство, в том числе и в политике, и поэтому женщина в политике не вызывает какого-то особого внимания. Представитель политической силы, той или иной, занимает ту или иную должность, а, соответственно, ну, как бы абсолютно нормальная реакция, поэтому я не удивлен, что ты потерялась там в количестве женщин, которые были во власти в Великобритании. Мне сначала казалось, что их не так много, когда я начала вспоминать, а, действительно, нет, немного есть, да? Ну, да, да, да. Есть, да. Агия, как вы считаете, каким образом сейчас могут развиваться в этой связи события в разных государствах? Ну, сейчас, наверное, можно четко провести границу между теми государствами, которые за развитие, и теми государствами, которые за деградацию. Да, конечно же, мы наблюдаем вот этот раскол государств, мы можем их поделить на демократии и автократии, да, наиболее такой признанный уже способ их деления разновидности. И одна часть мира, она идет, те, которые мы можем назвать демократическим миром, тот мир, который развивается, даже если это, возможно, не та демократия, к которой мы привыкли, но все-таки там на Ближнем Востоке в определенном виде существует демократия. То же самое Индия, это самая большая демократия. Хотя нам она кажется не такой классической, но все равно все эти страны, они идут в направлении развития, а развитие непосредственно связано с тем, чтобы женщины более активное участие в этом принимали. И наоборот, мы видим определенные страны, которые идут в обратном направлении, и где еще более мы наблюдаем дискриминацию по сравнению с тем, что было. Но тут, вы знаете, я хотела вспомнить еще раз Украину, наверное, потому что я сама из Украины, что тот прогресс, который мы достигли в гендерном равенстве, к сожалению, война, его тоже сейчас мы видим, как она его просто съедает, и значительные его части она просто отменяет. Поскольку вот когда была пандемия, наверное, весь мир столкнулся с тем, что был такой большой удар по гендерному равенству, потому что женщины были вынуждены проводить время с детьми, женщины были вынуждены заботиться о бытовых вопросах в семье, и, соответственно, это отображалось на их работе, многие из них потеряли работу. К сожалению, мы то же самое сейчас наблюдаем из-за войны. То есть, поскольку на женщин все-таки ложится функция сегодня, мужчины в большинстве своем, они защищают Украину, хотя и много женщин в армии, женщины, они больше времени сейчас вынуждены уделять детям, много женщин покинуло территорию Украины с детьми для того, чтобы нация продолжалась, чтобы сохранить нацию. И, конечно же, сегодня много женщин Украины, которые еще до 24 февраля работали, которые до 24 февраля имели перспективу построить карьеру, которые до 24 февраля создавали ценности для Украины и могли стать известными бизнесменами, известными актрисами, известными научными деятелями, они, к сожалению, были вынуждены остановить свою карьеру для того, чтобы сохранить, заботиться о своих детях, дать им мир и безопасность и сохранить нацию. И это вот тот большой, огромный шаг назад, еще один ущерб огромнейший, который российская агрессия нанесла Украине, но я уверена в том, что после победы мы обязательно это все, и в этой части тоже мы восстановим наши достижения, поскольку мы видим, что такая единая позиция Украины вместе с демократическим миром о том, что мы должны двигаться в сторону как можно большего вовлечения женщин в жизнь государства. Агиза Гребельская, большое спасибо.